Главный ресторан Камилей. Сегодня пасмурно, поэтому пляж отменяется. Ну так, походим, поснимаем. Нито не купается. Прохладно градусов 19, наверное. Вся территория в большом, длинном бассейне разных конфигураций. Проплывы какие-то, коридорчики, барчики, и все это можно подплыть. Ну будет погода хорошая, малая. Сегодня пасмурно. Здесь для детей мини-зоопарк. Павлины. Все сделано для того, чтобы с территории не хотелось никуда уходить. Зеленая зона очень. Домики. Мельничка. Ну, иногда солнышко выходит, и вроде ничего. Комфортно. Сейчас зайдем вот в Камелию. Это Фулия. Не Камелия. Камелия это там, где мы живем. Вот эти домики, это Камелия. Тут как бы три отеля на одной территории находятся. Вот это большое здание, оно получается самое центровое, но самое современное это Селин. Селин считается здесь более... Он и зимой работает, и рестораны. Ну вот здесь вот, конечно, ресторан попав, а с ней будет. Ну, номера. Лобби. Чтобы дождик не попал. Это же не лобби, лобби там. Чтобы дождик не попал, его подкладывают такие подушечки. Вот лобби. Фулия. Это Фулия. Ага, там-то штуровик сидит. Сегодня инфа-встречи. Вон, Пегас-туристик. Тест-тур. Ну, здесь лобби попроще. Мне больше всего лобби в Селин, конечно, нравится. Ну, красиво, красиво, конечно. Не то, что у нас. У нас такая деревушечка. Живем в такой... Здесь, конечно, лобби так лобби. Приятно находиться. У нас вообще лобби просто нет. У нас на улице стоят диваны, и на этом, собственно, весь лобби. Ну, можно пользоваться этим. Здесь все, как бы, да, 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 да. Здесь можно пользоваться всей территорией. Вот лобби-бар. Кстати, может быть, вечером лучше здесь посидеть, чем на улице. А то продуло такое ощущение, что у меня плечо болит. Вот здесь получше, да. Здесь мне больше нравится. Такое лобби мне больше нравится. Территория. Это бар при бассейне у Хулии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, принцесса? Это Тестух. Как настроение? На полу? На полу? На полу? Да, конечно, сильно приятный лобби. Хорошо сделано. Люстры красивые. Вечером сюда придем. Основной ресторан внизу. Диско, спа, фитнес. Тут такая лесенка такая. Мы пойдем в Селин сейчас еще поснимаем. В Селин еще красивее. Лобби. Пойдем сейчас еще туда сходим. Здесь основной ресторан у Хулии. Можно пользоваться... Ну, как бы, вроде заявлено, что ресторанами надо пользоваться своего отеля. Если ты Хулии, то Хулии. Если Селин, то Вселин. Но, как показало, и сегодня, и все пользуются всеми ресторанами, как хотят. Никто особо не парится по поводу своего ресторана. Хотят, идут в Хулии. Хотят, идут в Хулии. Хотят, завтра идут в Хамильи. Здесь у них спа. Сегодня пойдем в спа. Наверное, погреемся в баньке. А тут дискотека. Понятно. Вон, на улочке солнышко. Пойдем на солнышко греться еще. Вот спа. Воспользуемся. Ну, спа, можно сразу выходишь, сразу в бассейн. Да, такой ветер-то не сильно приятный. Это спа, закрытый бассейн. Ну, а почему бы, нет, действительно. За ветром-то вдохну, держи себе за ветром. Красота. Селин. Да, тут гамачок есть. Можно на гамаке полежать. Ну, все условия сделаны для спокойного, напряженного отдыха. Спа, банька, бассейн, закрытый. Ну, сегодня туда и пойдем. Это камелия. Вот эти домики красивые такие, пряничные. Это камелия, но выше уровня. То есть даже не делюкс, а люксовые номера. Выход на море. Селин, отель. Мы вчера вечером пошли. Там была живая музыка в Селин. Отель и в баре. Пошли послушать музыку. Пришли, там ни одного места свободного нет. Развернулись, ушли. Море сегодня неспокойно. Мы утром купались. Такие волны. Так как мелко, здесь очень приятно купаться. Очень. Даже большую волну. Относительно большую. Тебя просто покачивает. Ты спокойно, мягенько так, на песочке. Так страшно, как, например, в Анталии, где на камнях просто там, да, там страшно. Поэтому там волны, там не зайдешь. Здесь, пожалуйста, мы утром занырнули, поплавали, на волнах покатались и вышли. Обтеллись, пошли на завтрак. Это бассейн при Селине. У них, да, у них темная тема. Сам отель, если посмотреть, такое достаточно в таких темных тонах. Горка у них голубая и браслеты у них черные. То есть, если у нас вот красные браслеты, то все линии черные. Спасатели, да, красиво тут. Бассейн. Прям хочется нырнуть. Ну, может распогодиться. Посмотрим. Да, днем, похоже, можно будет позагорять, потому что солнце пробивает сквозь тучки. И достаточно комфортно, тепло. Даже хочется снять рубашку. Я иду сейчас в рубашки. И одеться в футболку. Ну, там лобби был. А, нет, пост-табак какой-то. Это спа Селин. Отель. Заходим в лобби Селин отеля. Тоже приветственный коктейльчик стоит также. Ну, мне в фуле и больше понравилось лобби. Как тебе? Не знаю. Мне кажется, все относительно только чуть-чуть. Какие-то моменты. Дизайне. А все остальное, конечно, не сохраняется. Ну, да. Ну, здесь он отличается немножечко. Ну, здесь тоже приятно. Ну, здесь тоже я понимаю, что какой-то барчик. Ну, самый основной тут бар, ради которого мы вчера сюда приходили, это рыбный бар. Ну, не знаю, почему так называется. Сейчас покажу. Какая люстра тут, ничего себе. Какая прелесть. Да, богато-богато украшено. Богато. Вот выход на террасу. А, не рыбный, серий бар. То есть морской бар. Может быть, из-за вот этого аквариума с рыбкой. Вчера здесь было все забито. Ни одного свободного места. А, тут корабль. Понятно. Почему так сделано? Во-первых, потому что здесь выход на море сразу идет. Видно море, пляж, пляжная зона. Вдалеке видно Сиде. Но это еще не Сиде, это отельная зона. Ближе к Сиде. Если честно, даже выезжать в территорию отеля не хочется. Вроде погода не очень. Можно было бы поехать в город поснимать. Например, в тот же Сиде съездить. Там очень красивые колонны, кусок амфитеатра, остаток. Римских времен. Дорога, часть крепостной стены. Красиво, есть что посмотреть. Ну, за территорию отеля даже нет желания выходить. Да, да. Пасмурный день в Сиде. Интересное панно. Выходишь когда из бара. И красота такая. Зона лобби. Лобби бара отеля Селина. Очень приятная атмосфера. Очень понравилось. Территория отеля настолько большая, что туристов возят на гольф-машинах. Приезжаешь, заселяешься, проходишь лобби. Приходит швейцарь, берет твои вещи, ложит на гольф-машинку и везет тебя к твоему корпусу или к твоему номеру. Если вот в таких вот пряничных домиках. Город туристов получается. Народ ходит, кушает, пьет, отдыхает. Все так неспешно. Красиво. Пряничные домики. Прям как Гауди почти. И внутри находится снэк-бар, ресторанчик и барная стойка с напитками. Финики. Ух, какие большие. Ничего себе. Выстрели уже. Желтые. Интересное сочетание пальм, фиников и пряничных домиках. Вышли на пляж. Сегодня очень ветрено. Народ не купается, естественно. Ну, кто-то лежит, читает книжку, загорает. Местный променад. Ну, это целая деревня. Это не отель. Это просто целая мини-деревня. Ничего себе, волны поднялись. Да, от песочек дойти не сильно хочется, конечно. В обуви. Надо шлепки туда переодеться. Сильная волна. Да, не поплаваешь. Не попалуешь. Долго не вылежишь на лежаке. Даже в одежде долго не вылежишь. Вот солнышко ушло и все. Большая пляжная зона. Это белый пляжной. Я взял. Да, нет. Он не попал. Только сюда. Я взял. Я взял. Пляжную. Я взял. Я взял. Я взял. Я взял. Я взял. Ну, люди купаются, есть мальчики. Еще один купались достаточно. Солнышко вышло и стало жарко. Легли на лежачки, возле бассейна полежать немножечко. Вот тебе и дождик передавали. Отлично, тепло. Зашли в барчик пропустить по напитку прохладному. Так как становится уже жарко достаточно. В ресторан пошли. В октябре все-таки все равно, сегодня был дождь. Я думаю, что если была бы хорошая погода, мангал бы сегодня был. Потому что бассейн уже все почистили, наполнили. После дождей, после этих ливней сумасшедших, все вроде нормально. Идем ужинать. Ну, мангала сегодня, да, сегодня мангала нет. Ну, я думаю, что внутри-то мангал есть. Вот именно прямо мангала, прямо на углях. Сегодня вот он здесь так закрыт. Да, идем на ужин. Интересный ресторан у них. Такой дизайн сделан восточно-непонятном каком-то даже стиле. Нет, сегодня мы сядем в помещении. Наверное, не будем мы сидеть на улице. Потому что продуло. Вчера сидели, продуло. Вот, обычная пятизвездочная столовка. Полно людей. О, ничего себе, на ужин сколько? На завтраки народу столько нет. Ну, там наливают пиво, вино, сок. Здесь разголдача гриля. Ну, на масле жареного. Рыба, печень и все такое. Суета пятизвездочных гостиниц. Суеты покажет. О, ничего себе, ли? ох вечерний променад вид отеля вечером симпатичный конечно территория такая богатая отеля 5 звезд из 5 звезд притом такого уровня как камелия это все-таки достаточно хороший большой комплекс отелей не то что один отеля комплекс отелей три отеля плюс куча баров куча ресторанов при каждом ресторан и еще всякие безлемые всякие при бассейнах при пляжах бары до деревня мини деревня такая где вот люди живут исключительно мини деревня туристов